В то время они находились в концентрационном лагере в Германии во время Второй мировой войны. К ним просто приходили и называли номера — номера тех, кто отправится в газовую камеру. Молодой человек, чей номер назвали, был просто в ужасе. К нему подошел Равин и сказал, «Сын мой, не бойся». Через несколько дней война закончилась, и этот молодой человек вышел. Это очень красивая история. Тот, с кем это произошло, записал ее позже. В то время они находились в концентрационном лагере в Германии во время Второй мировой войны. И каждый день к ним приходили и называли номера — номера тех, кто отправится в газовую камеру. Когда называли эти номера, люди начинали прятаться, так или иначе их вытаскивали, били и уводили. Это было ужасно. Вы не знаете, возможно, завтра вы услышите свой номер. Каждый день люди проживали в страхе. «Завтра могут назвать мой номер». Поскольку газовая камера имела ограниченную вместимость, ежедневно можно было забрать только небольшое количество людей. Также они не хотели, чтобы в глазах мира это выглядело, как будто целый концлагерь погиб за один день. Люди умирали медленно от болезни и истощения по разным причинам. Поэтому каждый день называли 15-20 номеров, и они должны были идти. Однажды назвали номер одного молодого человека. Тот был в ужасе. Он не хотел идти. Он дрожал и плакал. К нему подошел Раввин и сказал, «Сын мой, не бойся». Он снял свою робу и отдал ему, «Надень робу с моим номером, а я надену твою». Полный страха, ошеломленный перспективой собственной смерти, парень снял с себя робу и отдал ее Раввину. Тот надел ее и ушел. Он отправился в газовую камеру. Через несколько дней война закончилась, и этот молодой человек выжил. А ведь кто-то на самом деле надел его робу и ушел. Тот человек мог бы жить. И для этого парня вся его жизнь изменилась из-за того, что Раввин пошел на смерть, прекрасно осознавая, куда он идет, не имея никаких шансов. Для таких людей достижение наивысшего не проблема. Ему не нужно идти и умирать в газовой камере. Просто быть таким, что я готов отложить себя в сторону. Я просто готов делать то, что сейчас необходимо, непринужденно, без особой шумихи. Для такого человека познание наивысшего — это не что-то отдаленное. Это очень просто. Гаутама сказал, когда вы действительно голодны, когда вам очень нужна еда, если вы сможете отдать свою еду кому-то другому, вы станете сильнее, а не слабее. Ни один логический мыслящий человек не согласится с такой чепухой. Но это стопроцентная правда. Если вы можете отдать то, что имеет для вас наибольшее значение в определенный момент, это сделает вас чрезвычайно способными, чрезвычайно сильными, а не слабыми. Иметь такую силу, чтобы отдать то, что важно для вас — это не малая сила, это огромная сила, не так ли? Отдать то, что не имеет значения для вас — это ничего не значит. Отдать то, что для вас важнее всего — это все, не так ли? Сейчас для вас важнее всего, конечно же, вы сами, не так ли? Если вы можете отказаться от себя, если вы просто можете отдаться чему-то, не потому что это купит вам билет на небеса, не потому что в результате этого вы обретете мукти, не ради чего-либо, просто чтобы отдать. Рамана сказал «атмагнанам аттисулабам». Осознание наивысшего, самопознание становится самым простым, и это так, если вы знаете, как отставить себя в сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова